Всем привет! Очень много поступает вопросов о Найве, многие задают ей разные вопросы, поэтому решили сделать вот такое видео с ответами на вопросы. Я буду переводить на русский язык сразу, чтобы потом не париться с субтитрами. Маша Мармелад. Начнем. Первый вопрос Маша Мармелад. Добрый день! Интересно, как проходило детство Найве, как ее воспитывали родители, какие-нибудь яркие впечатления из детства, очень интересно послушать. Детство было очень веселое, потому что не было социальных медиа. Постоянно играли во дворе, плавали в реке. Кто-то спрашивал, как она научилась плавать. Как она научилась плавать в реке в детстве. Мой папа поставил меня в саку риса. Это старый тип дисциплины для детей. Мои родители поставят тебя в саку риса, и они сделают, не огонь, а просто сжигают от дерева, сжигают деревья, и они собирают тебя в дереве, и ты останешься там за 3-5 минуты. Это очень грустно. Да, это очень грустно, но это было в последнее время. Но сейчас это уже не позволяет, потому что есть много групп, которые защищают детей. Все 90-х детей в Филиппинах, я думаю, что большинство из них испытывают такой дисциплины. И когда мы взросли, мы более дисциплины, респектны, чем дети в сегодняшний день. Так, вопрос от Маргариты Медведевой. Привет, Нави! Чем тебе при первой встрече понравился Дима? Чем отличаются русские и филиппинские мужчины? Спасибо за эту прекрасную вопрос! Я не нравилась тебя, когда я встретила тебя. Мне не понравилось ей, когда она первая встреча у меня. Я думала, что ты обойт. Она думала, я гей. Как некоторые подписчики. У нее не было. У нее не было никогда отношений. Не было никогда серьезных отношений с филиппинцами. И я ей не понравился. Дима – это моя первая серьезная отношения. Гульмира Твагорова. Вопрос, дорогая Нави, скажи, пожалуйста, как ты видишь себя через 10 лет? Спасибо. Какая вопрос? Я еще молодая. Как это? Такой же молодой. Окей. Ева Капан опять спрашивает, почувствовал ли Нави разницу менталитета, встречаясь с русским мужчиной? И в чем разница между русским и филиппинскими мужчинами? Ну, в чем разница, мы поняли, что непонятно. У филиппинцев более старые поверья. Все постоянно, как я понимаю, переходит все по традиции. А иностранцы более с открытым разумом, более готовы принимать какую-то информацию. В России нормально относятся к людям, которые живут вместе до брака. На Филиппинах большинство будет считать, что это аморально. Не каждый, но многие. Ну, в России тоже такие. Синрашивался. Алексей Маленков, вопрос. Киндонави. Какое у вас образование? Есть профессия? Чем занимались? И где работала до встречи с Дмитрием? Индустриальной технологией. Я участвовала в компьютерной технологии. Я просто не хочу поговорить об этом, потому что я не использовала мой диплом. Короче, она закончила высшее учебное заведение на факультете. Компьютерная технология. Но никогда не пользовалась этим дипломом. Я работала в БПО-компании в Думагетте. Это для публики книги и журналов в США. У меня ошибки про граммар, про язык. Я даже не знала об этом. Она исправляла там какие-то ошибки на обложках книг, журналов. Короче, на английском работа была корректировка, короче, текста. Да. Я работала в колл-центре. Это университет в США. Университет в Филиппине. Я работала для них. Я говорю с другими американцами. Докторами, медицинами. И людям, которые работают в госпитале. Они хотят узнать, какие-то результаты. Клименты о своих пациентах. Ты знаешь, просто здоровье в США. Это огромное бизнес. Короче, она работала в медицинском страховании. На телефоне в колл-центре. Американской фирмы. И там отвечала на звонки из Америки. Американцы строят свои колл-центры именно на Филиппинах. Потому что там более дешевый труд. И есть люди, кто знают хорошо английский. Вот. То есть проще им заплатить там 400 долларов в месяц, чем нанимать дорогих сотрудников в Америке. Ссылку на Навин канал я прикреплю в описании. На этот раз постараюсь не забыть. Алексей Вазовиков спрашивает. Алекс Сибу утверждал, что филиппинки буквально охотятся за иностранцами. Однако ни в Сибу, ни в Пуэрто Принцессе я подобного не заметил. Да, интересно, но чтобы именно была охота на иностранца, такого я не увидел. Спросите, что думают филиппинки по этому поводу. Филиппинки именно надеются и ждут, что все-таки иностранец захочет с ними встречаться. Или просто интерес как к необычной культуре. Я не знаю, что в их мозге, но у нас есть разные причины, почему мы любим иностранцами. Я имею в виду, не только филиппинам, не только филиппинам. Некоторые люди относятся к человекам, которые выглядят другими, чем их. Асианцы относятся к местным... В общем, ну не только филиппинкам, Некоторым людям просто нравится экзотика, как я понимаю. Просто встречаться с другой культурой, да. То есть интересен другой человек. Тем более в Азии это как бы, ну типа модно быть знакомым с белым человеком, дружить с ними, тем более встречаться. Это типа такой успешный успех. Да, почему вам интересно встречаться с азиатской девушкой, например. Ну по той же причине это может быть. Да, в общем еще разные причины бывают, а некоторые филиппинки, ну не только филипинки, вы можете про наших девушек то же самое сказать. Они не откажутся никогда там с британцем какими-нибудь встретиться, с шотландцем, или с какой-нибудь другой развитой страны. Также и филиппинки, и вообще все практически. Ну везде просто такое происходит, что... Да, и за денег, то есть для них будет белый человек для многих ассоциироваться как ходячий кошелек с долларами. Может помогать семье, чтобы там, когда какая-то сложная ситуация складывается у девушки, и она ищет как такие варианты. Вот, или там уехать, или путешествовать, не знаю. Разные причины, да. Кому-то просто интересно, кому-то интересны деньги. Для многих просто иностранцы привлекательны более. Многие считают, что дети от брака с иностранцем, ну, будут красивее. На самом деле я иногда не понимаю, когда вот так вот о филиппинках спрашивают, именно, ну, типа, ну, по мне так везде примерно все одинаково. То есть, ну, люди разные везде бывают. Игорь Аксенчик, привет, Нави, ты счастлива? Привет, Нави, ты счастлива? О, мой гад, я не счастлива. О, мой гад, конечно. Конечно. Я не счастлива, ребята. Смотрите на меня, я не счастлива. Что тебе нравится делать больше всего? Куки. Готовить. Ей нравится готовить. У нее новое увлечение. У нее новое увлечение. Здесь мы живем, у нас вокруг стройка, и она любит смотреть, как рабочие размешивают цемент. Вот одно из новых увлечений. Что бы ты хотела научиться делать? Что бы ты хотела научиться делать? А, я хотела бы стать писателем и научиться публично выступать. Она уже имеет много мыслей, которые хотела бы выразить, но не получается пока, и она стесняется. Что ты боишься? Она боится потерять свои волосы. Потому что они уже стали выпадать каждый день. Я боюсь жить для ничего. Я боюсь жить для ничего. Я боюсь жить для ничего. Я пытаюсь быть rhythmsли, чтобыpresa воспринимать clothes.